всем привет я евгений замятин мы смотрим видео из рубрики случай в рубрике случай я рассказываю вам интересные познавательные какие-то факты которые произошли реально в жизни со мной либо с моими друзьями этот случай необычный и очень странный как человек может попасть достаточно такой случайно попасть в сложную ситуацию по доброте душевной попробую это все представить силой воображения дело происходит на южном урале в горах на берегу живописного озера увильды вообще увильды это жемчужина южного урала кто не знает это такое глубокое очень красивое целебной водой озеро на южном урале 100 километров от города челябинск мы очень любим это озеро потому что в числе прочих рыб там водятся рыба рипус а мы увлекаемся рыбалкой и каждую зиму ждем вот я лично жду каждую зиму чтобы как можно больше времени провести на льду этого замечательного озера чтобы половить рыбу рипус рипус рыба семей сосиговых кстати говоря рипус водится на урале уже более ста лет поэтому наш опыт опыт снастей прикормки насадок гирлянд это все нам перед передали наши скажем так предки а мы как потомки вот это все перри переняли у наших предков и сами уже с пользуясь современными материалами там изобретениями инновациями совершенством этот этот вид ловли ну и в то же время я кстати говоря прошу ставьте в комментариях у кого-то в регионах если есть водоемы где водится рипус оставьте пожалуйста такую информацию какого размера рыба у вас это рипус ну какой вес и какими способами вы ловите ловите ли вы днем или может быть только ночью вот мы кстати ловим рыбу ночью это небольшая предыстория очень полезно потому что чтобы вы поняли мы ловим рыбу ночью то есть приезжаем как правило утром также выезжаем на рыбалку берем с собой очень много рыболовных снастей любимый любимый берег где мы оставляем машину и потом по терпее идем в сторону точки ловли вот у нас расстояние от берега до этой точки два километра 200 метров где-то и мы идем по льду ну понятно что у нас снастей оборудования очень много всякого палатки газовые баллоны пол для палатки очень много всего печки тет потом а это полно всего 23 наименования вот этого оборудования я насчитал всего что мы берем с собой на ночную рыбалку я к тому клоню что мы устаем любой же человек не железный то есть когда мы там только перед рыбалкой приезжаем и полны надежд у нас много сил а потом представьте пока дойдешь эти два километра 200 метров там приготовишь мест местечко пробуришь лунки да и потом ночь напролет рыбачишь получается примерно где-то около суток не спишь теперь посмотрите вот эти фотографии этого озера в каком живописном месте она находится а вот это рыба рипус вот на этой фотографии вот таких рыб мы ловим и так мы половили рыбу рипус все прошло замечательно и этот случай произошел как всегда происходит какие-то необыкновенные случаи внезапно на ровном месте у нас было трое мы приехали на одной машине и когда вы уже все свои вещи представляете собрали уложили в машину мы были с моим другом андреем кулиш и с нами был третий друг кстати говорят чья машина вот наш третий друг сняли куртки потому что вот когда идешь обратно да еще уставший почему-то ну жарко становится в зимней одежде то есть мы куртки сняли остались в комбинезонах в зимних в обуви в шапках и даже помог перчатки я тоже снял но так получилось иногда бывает так у машин что аккумулятор садится не знаю то ли лампочки какие-то там люди забывают выключить машина не заводилась и наш друг который владелец машины он говорит ребят мы стоим так удобно давайте подтолкнем может быть она с толкача заведется ну мы с андреем конечно давай подтолкнем спокойно вышли на обыкновенная история ну что вы ни разу машину не толкали что ли то значит с андреем эту машину уперлись подтолкнули ее она набрала скорость там человек вторую или третью скорость поставил машина завелась и поехала машина уехала у меня телефон в куртке телефон андреев куртки мы без телефонов наша машина вместе с нашим другом уехала и скрылась за горизонтом но мы сначала подумали что это как-то шутка ну просто как-то пошутил отъехал там остановился мы даже подумать не могли что человек настолько тоже устал ночь не спал ему так хотелось домой что вылетело из головы что мы его подтолкнули да да дальше произошло вот все то о чем сейчас догадываетесь человек спокойно ехал до самого города челябинск сто километров и даже мысли у него не было что он оставил нас на берегу озера в ста километрах от дома у нас телефонов нет мы стоим в одним кабинезонах в шапочках даже без перчаток ни денег ни телефонов да и холодно зима же вот спасибо правда другим я выражаю благодарность другим нашим товарищем по рыболовному увлечению как раз утром все рыбаки ну большинство рыбаков выходят с озера также собираются в машинах и вот одна из машин там два мужика нас в машину посадили и развезли по домам по домам ну конечно мы потом когда встретились мы высказали товарищу все что мы о нем думаем полезный совет такой когда вы выходите из машины или там садитесь машину и снимаете верхнюю одежду все же пожалуйста кладите телефон средства связи и деньги как-то вот в комбинезон ну то есть чтобы с вами всегда были вот средства связи и какие-то деньги потому что то что мало вероятное чаще всего оно то и происходит ваш друг может уехать за сто километров от вас и даже мысли не будет о том что он что-то делает не так он видимо ехал и боролся всю дорогу со сном по традиции в конце в каждого видео рубрики случай я делюсь с вами какой-то полезной интересной тоже информации но это уже серьезная информация и кстати говоря объявляю конкурс на конкурс простой у меня цель сейчас текущая набрать 5000 подписчиков на моем канале поэтому вот по достижении цели тот человек который тот подписчик то наиболее активно себя проявит в комментариях получит от меня ценный приз по достижению цели 5000 подписчиков на моем канале вопрос от чего у форели на теле появляется больше красных пятен от питания мелкой рыбой от питания водорослями или от питания насекомыми и так правильный ответ на вопрос от чего на теле форели появляется больше красных пятен правильный ответ от питания насекомыми ну что ж дорогие друзья с вами был евгений замятин вы смотрели рубрику видео из рубрики случай встретимся на рыбалке рубрику рубрику